Здравствуйте! Вы попали на канал математической школы Альфа. И сегодня мы научимся решать задачи на движение. Разберем все их виды, каким образом это сделать максимально просто и всего одним способом. Так как мы все-таки рассматриваем задачи на движение, тут стоит понять, что это связано всего с тремя показателями. И это, наверное, самое сложное, что сегодня нам предстоит запомнить. Эти показатели, расстояние с соответствующим обозначением буква S, это действительно очень важно, поскольку они будут использоваться постоянно. И исходя из того, что иногда будут писаться только буквы, надо будет понимать, о чем идет речь. T — это время, и V — это скорость. T — time, S — наверное, тоже есть какое-то английское слово, ну и V, наверное, тоже. Но мы не будем это уточнять, я математику все-таки объясняю. Так вот, это самое главное, что нам стоит запомнить. Дальше, естественно, у каждого из этих показателей есть своя формула. Дальше, связанное с двумя другими, это очень важно. Если есть очень большое желание, можно запомнить три формулы. А если нет такого желания, то можно запомнить всего одну очень простую вещь, которая на самом деле будет работать всегда для уравнений, связанных только с тремя показателями. Я покажу сейчас, как это делается и как максимально это быстро понять. Казалось бы, в росте какой-то треугольник. Ну, непонятно, что внутри него написано и вообще, что это обозначает. На самом деле, в этом треугольнике написаны сразу три формулы. И написана сразу зависимость одной величины от другой. Что это значит? Это значит, что если мы ладошкой закроем, ну или пальцем, смотря в каком масштабе мы рисуем, в моем случае это большие буквы. Так вот, если мы закроем один из показателей, мы увидим, каким способом он находится. То есть, что я имею в виду? Я закрываю v, значит, я хочу найти скорость. Я вижу, что s и t находятся на разных уровнях, причем s находится сверху. Если они на разных уровнях, то это деление. Значит, это просто s делить на t. Грубо говоря, как оно и выглядит здесь. Если я хочу найти время, то логично, что надо будет разделить расстояние на скорость. То же самое связано с самим расстоянием. Если я хочу найти его, то мне нужно просто умножить расстояние на время. И все, это работает всегда. То есть, для любых задач с тремя показателями. Это поможет вам в будущем, поскольку они будут встречаться постоянно. Ну, для начала рассмотрим простенькую задачу на нахождение расстояния. Нас известно, что автомобиль двигался со скоростью 80 км в час, и двигался он на протяжении трех часов. Так как у нас нету никаких уточнений, типа, что он где-то ускорялся, где-то замедлялся, значит, он просто ехал себе спокойно, никаких знаков у него по дороге не встречалось за 30 часа. Это удивительно. Неважно. Расстояние. Опять же, смотрим, либо здесь уже вынесенную формулу, либо смотрим по нашему треугольнику, каким образом это нужно найти. Естественно, записываем формулу. Ну, и получаем, что, так как мы уже все обозначения выучили, запомнили, что вот наша скорость, вот наше время. Все это нам уже дано. Значит, осталось только это просто перемножить, и, естественно, таким образом легко найти наше расстояние. Все довольно просто. То есть в этих задачах всегда будет все довольно просто. Только иногда будут появляться некоторые нюансы, которые будут решаться с использованием дополнительных каких-то формул. То есть сейчас мы покажем, какие именно задачи я имею в виду. Итак, я поясню все-таки дано, поскольку здесь не все до конца понятно. За два часа автомобиль у нас проехал 96 километров, а велосипедист за шесть часов проехал 72 километра. Нужно узнать, во сколько раз скорость автомобиля больше или меньше скорости велосипедиста. Ну, все мы понимаем, что автомобиль чуточку быстрее, но неважно. По условию задачи спрашивается, во сколько раз скорость автомобиля отличается от скорости автомобилиста. Каким же образом это записать вот здесь вот в вопросе, грубо говоря, то, что нам надо найти. Просто на будущее это тоже пригодится, поэтому я поясню. Самый простой способ это, во-первых, то, что нам необходимо поставить в первую очередь. То есть скорость машины. Так, во сколько раз она отличается. Чтобы найти во сколько раз, нужно разделить что-то на что-то. Или перемножить иногда, но это явно не тот случай. Так вот, так как у нас во сколько раз она отличается от скорости именно велосипедиста, значит, мы просто и берем. Просто будем делить скорость автомобиля на скорость велосипедиста. Это то, каким образом легче записать дано. И сразу понять, каким образом в итоге мы это вообще будем решать. Опять же, тут есть быстрый способ, есть медленный способ. Мы рассмотрим оба для того, чтобы все-таки поподробнее. Во-первых, первый же способ это узнать, например, скорость автомобиля, узнать скорость велосипедиста. Ну, опять же, рассматриваем нашу формулу или таким образом, или уже из готовых. Записываем. Ну, грубо говоря, можем уже сразу и уточнить, что это эта скорость. Ну, и, соответственно, скорость велосипедиста находится по той же формуле, только значения нужно брать для нее соответствующие. Так вот, это можно посчитать сразу, как ни странно. А можно это сделать, грубо говоря, в одно действие. То есть, вот это вот, то, что нам нужно сделать, записать сразу же без единого расчета. Ну, тут уже кому как удобнее. Я покажу, что это работает в обоих случаях, но сделаем сначала самым простым. Естественно, посчитаем. Важно уточнять все-таки единицы измерения. Кстати, о чем мы не поговорили, это о том, что скорость измеряется в километрах в час. Это не единственная единица измерения. Это могут быть метры в секунду, это могут быть километры в секунду, это могут быть метры в час. Это могут быть любые единицы измерения. Просто самым стандартным пока что для нас является километры в час. Значит, пока что его и оставляем. Естественно, для расстояния, опять же, эти же самые километры. Опять же, уточняем, что это могут быть и метры, и миллиметры, и дециметр, что угодно на самом деле. Ну и расстояние, опять же, часы. Также могут быть и минуты, могут быть и секунды, и вообще все, что угодно. Но мы рассматриваем в стандартных единицах. Так вот, писать единицы измерения необходимо просто по правилам оформления. Просто смиритесь, называется. Так вот, скорость велосипедиста находится соответствующим образом. Ну и, собственно говоря, получаем 12 километров в час. Все довольно легко и просто, и быстро. Ну и последним действием нужно, как мы уже записали в дано, скорость автомобиля разделить на скорость велосипедиста. Значит, таким образом это и решаем. Вот и получается, что скорости отличаются в 4 раза. Все довольно легко, все довольно очевидно, и просто, и так далее, и тому подобное. Но каким образом это можно было бы сделать чуточку быстрее? Ну, опять же, как я и сказала, убрать некоторое действие. Во-первых, вот это деление записать двоеточием. Расписываем эти формулы. Опять же, запишем это просто сразу же. Опять же, переворачиваем эту дробь и так далее, и тому подобное. Ну и дальше просто сокращаем все, что можем сократить. Ну и, собственно говоря, путем нехитрых расчетов, хотя в данном случае не самых красивых, мы получаем тот же самый ответ 4 раза. То есть, в принципе, к ответу можно прийти несколькими способами. Хотя, по сути, способ тут на самом деле один. Просто вопрос последовательности действий на самом деле. Но самое важное что? Это то, что формулы довольно простые, обозначение единственное, что нужно хорошенько запомнить, но и вот таким треугольничком решать это все намного проще. На этом мы разобрали все основные моменты задач на движение, весь необходимый минимум. Опять же, если хотите подробнее, то по ссылке в описании есть наша платформа. Там вы можете записаться на урок, и там вам расскажут все просто максимально подробно и в невероятных масштабах. А на этом, я думаю, все. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Пока!